Всем привет! Сегодня будет очень интересный урок. Я вам расскажу об сертификации, как подписывать свой код, как создавать сертификаты в java, как это все работает. Для начала давайте... Ну, еще мы будем использовать такие понятия, как md5 и хэш. И сша хэши, о них я писал в прошлом уроке, что это такое, как мы с ними работаем в java. И для чего мы их используем. Сегодня мы их будем использовать немного для другого. Точнее, я вам объясню, как они используются у нас при сертификации. Сегодня урок про сертификации. Смотрите, представьте такую ситуацию. Я хочу отправить своему какому-нибудь другу или знакомой какое-нибудь сообщение. Я отправляю. По e-mail или еще как-то, не важно. Как этому человеку знать, что это сообщение пришло именно от меня, а не какой-то там левый вася. Ну, то есть я, к примеру, могу послать какое-нибудь сообщение, типа, там, привет, скинь мне свой пароль на скайп. Вот. И отправляю. Но человек может, там, скажем, сомневаться в том, что это я написал. И вот для того, чтобы подтверждать свою личность, обычно люди используют сертификаты. Вот. И подписи. Это все обычно работает по такому принципу. Вот сообщение какое-то. Ну, смотрите, обычно есть еще таких два понятия, как закрытый и открытый ключи. То есть private и public ключи. Вот. Когда я создаю какое-то сообщение, я хочу его подписать. И я его провожу через свой приватный ключ. То есть ключ, который есть только у меня. И у меня получается какая-то подпись. Всем своим ресепиентам, то есть людям, которые будут получать мои сообщения, я отправляю свой публичный ключ. И после этого я отправляю кому угодно свое сообщение и свой, так сказать, сертификат, что ли. То есть подписанное сообщение. То есть там в нем будет сертификат. То есть какая-то информация, которая прошла через мой private key. То есть вот этот DSA signing algorithm, то есть алгоритм подписи. Вот он его подписал, прошелся через мой private key, то есть мой приватный ключ. И у меня есть сообщение вместе с подписью. Дальше я его отправляю к кому угодно. И человек, который получает, просто проверяет своим публичным ключом, который он до этого получил от меня, который спокойно распространяется через интернет. Он может спокойно проверить, что да, действительно, это сообщение было отправлено именно от меня. То есть он видит, что это действительно сертификат, это все от меня пришло и так далее. Как это все действует? Я вам сегодня покажу. То есть в Java у нас есть такой классный инструмент, как KTool. Который может генерировать ключи. Ой, извиняюсь. Смотрите. Нам нужна консолька. И нам нужен первый вот такой вот, мы запустим KTool, который у нас генерирует сертификат. Он будет называться MaxSerts. У него будет псевдоним, что ли, алиас, под названием Max, к которому я в дальнейшем буду обращаться. То есть грубо говоря, я сейчас себе создам сертификат. В котором будет мой приватный ключик и так далее. Делается это вот с помощью KTool. KTool это программка, которая идет непосредственно в самой Java. То есть смотрите, если мы посмотрим, у нас есть JDK наш. И если мы зайдем в папочку BIN, здесь будет у нас, здесь у нас будет KTool. Вот он. Собственно говоря, вот этот KTool я использую. То есть я ему передаю параметры, сгенерирую мне сертификат. Название MaxSerts и у него будет алякс. Он меня просит пароль. Пароль должен быть минимум из шести символов. Я повторяю пароль. Теперь он меня просит, скажи, как тебя зовут. Я ему пишу MaxSerts, Black, Organization Unit, VideoLessons, Department. Название JavaLessons. Название компании моей. Город Киев, страна Юкраин и две буквы страны ЮА. Окей, все. Теперь он просит проверить, все правильно или нет. Если нет, нажмите No. Я ему пишу Yes, все корректно. И еще для Алиаса нужен пароль. Можно оставить тот же самый. Просто нажать Enter. Обычно так и делаем. Как видите, у меня сформировался вот такой сертификат. Он с моим приватным ключиком. Дальше я могу уже экспортировать. Экспортировать. Сделать свой public key. Делается это так. KeyTool. Экспорт сертификат. То есть я экспортирую keystroke. Имя файла. Алиас, который мы создали, был Max. И файл, в который будет экспортирован. Это, короче говоря, ну давайте сейчас экспортируем. Пароль он у меня запрашивает. Все. Файл сэкспортировался. Вот он. Я его могу уже отправлять. То есть я могу взять там, какого у меня будет. Ай-яй-яй. Не хочет. То есть я его отправляю. Что-то нету прав, я его хотел скопировать сюда. Ну ладно, нет прав. Суть в том, что вот у меня сконфигурируется. Такой файлик. Вот этот search. Это мой приватный ключ. Я с помощью него могу генерировать паблик ключи. Вот этот Max.serve файл. Это уже паблики. Я его могу отправлять кому угодно, куда угодно. И на основании этого ключика люди могут проверять. Что посланные мной сообщения действительно пришли от меня. Как они это делают? Они могут посмотреть мои хэшики и так далее. Смотрите. Вот с помощью такой команды. Keytool.print.serve файл.max.serve Он мне выдает всю информацию о том, кому принадлежит этот ключик. То есть, как видите, мы можем посмотреть. Это Max Black, Our Lessons Department, компания Our Lessons, город Киев, Украина, ЮА. То есть, это Owner. И по всем вопросам можно обращаться ко мне. У него есть серийный номер. И также у него есть MD5 и SH1. Про них я вам рассказывал в прошлом уроке. Суть в том, что вот эти вот два алгоритма мы никак не можем поделать. Ну, точнее, две вот эти вот последовательности. Да, вот SH из 20 байт состоит, там, до 5 чуть меньше. Суть в том, что эти последовательности, они как бы являются уникальные. Практически на самом деле, но тем не менее уникальные. То есть, у вас вряд ли когда-либо как-либо получится получить две уникальных последовательности. И их можно сверять. То есть, я могу взять вот этот MD5 и SH1. Вывесить у себя где-то на сайте. И потом люди, которые получают от меня сообщение, могут проверять, что да, действительно, это пришло от Максима. Это его MD5, это его SH1. Вот, вот с помощью вот этих вот двух нюансов мы получаем информацию об пользователе и утверждаемся, что да, действительно. Дальше, окей, получил он это сообщение. Давайте это все уменьшим. Вот, вообще у нас, смотрите, у нас наши все сертификаты, они у нас есть, лежат в Java, в JRE, Lib Security. Вот эта вот самая папочка. И вот у нас есть файл. Кассерс, оригинал. Вот, и в нем хранятся все наши установленные сертификаты. Если мы возьмем вот такую вот команду. Кейс троук лист, в кейс троук, то есть вывести все кейс троуки, которые у меня лежат. Он запросит пароль, пароль, по-моему, changed, chaj change it. Не, не так. Так, пароль у нас, пароль, 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 пароль у нас changed. Значит, это пароль, по умолчанию. И вот, во всех сертификатах установленных, тут информации очень-очень-очень много. Ну, в общем, суть в том, что мы можем дополнительно инсталлировать сюда там какие-то сертификаты. Вот, здесь прописано, кому принадлежит, что. То есть, вот сертификаты установленные в нашей системе. Дальше, дальше, что я вам хотел рассказать. Да, собственно говоря, когда человек получает мой сертификат, он его может добавить к себе. С помощью import серт. Вот такой вот команды. Он, грубо говоря, создаст вот такой вот файлик BobSers. То есть, человек, которому я отправляю, зовут, к примеру, Bob. Он там создает вот такой вот BobSers. Из моего Max, сера. Смотрите, то есть, я нажимаю. Он просит на это тоже пароль создать. То есть, и... Так. Yes, I trust the certificate. Все. У меня, как видите, BobSers. Появился такой вот файлик, который... Ну, у меня, грубо говоря, остановился сертификат, который говорит о том, что я знаю там, кто такой Max. Вот. Дальше. Дальше давайте создадим какой-нибудь джарник. Я хочу Bobу отправить джарник. Это мы... Ну, для начала мы создадим файл test.java. Здесь класс test. New public static void main string arcs. Системаутпринт.ln. Hello world. Так, сохраняем. Теперь мы java.c. Test.java. Теперь я это все хочу засунуть в джарник. Да, в джарник. То есть, вот этот мой небольшой код. Та, блин. Ctrl-C. Вот. То есть, я создаю джарник. Test.jar, в котором будет тест класс. Все, создал. И дальше я хочу подписать его своим сертификатом. Для этого уже используется другая утилита. Джар сайнер, так называемая. Ну, которая тоже идет вместе с нашим JDK. Вот. В ней мы указываем кейс строк, который, то есть java.serts. Потом джарник, который мы хотим подписать. И аляс, который мы хотим подписать. То есть, ну, вот так вот берем. Ctrl-C. Вводим пароль. Пароль. Че-то там он не смог открыть jar-файл. Ммм, почему? Не знаю. Может, какие-то проблемы с пропертями. Может, проблема с пассвердом. Так, давайте еще раз. Пароль у меня правильно. Открыть тест jar-файл он почему-то не хочет. Наверное, потому что тест написано с маленькой буквы. Да, вот в чем проблема. Все. Отлично. Заработало. Jar был подписанный. То есть, теперь к нему прикреплен еще отдельный сертификат, который удостоверяет то, что это действительно мой джарник. И вот у меня вроде как бы обычный тест класс, бла-бла-бла. Тут ничего особенного там. Вот у него там США есть. Собственно говоря, вот он подписанный. Я его могу отправлять. Я его отправляю уже своему там Бобу. И теперь Бобу надо удостовериться в том, что это именно мой джарник. Вот. Делает он это с помощью того же джар-сайнера. Он говорит, проверь, что этот кейс-строук, что этот джарник соответствует тому публичному ключику, который мне прислал Макс. Который я сохранил в файл Bobsearch. Мы нажимаем Enter. И мне пишет jar verified. То есть, все проверено, все супер. Вот таким вот образом мы можем подписывать код в Java. С помощью вот этих утилит кейтул и jar-сайнер. Мы можем его подписывать, наши джарники отправлять кому угодно. Люди могут удостоверяться, что да, действительно, это джарник, который принадлежит нашей компании. Вот такой вот интересный урок. Я, в принципе, весь этот код в такой вот файлик засунул. Он там на gt будет валяться, если кому вдруг интересно. Можете посмотреть. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.